Меня зовут Мария Нинашева, я руководитель проектов 1С, консультант-аналитик, практикующий. Моя экспертная область это документооборот, электронный документооборот, УПР-учет в программах УТ и ЕРП. Сегодня мы с вами говорим на тему настройки скидок в управлении торговлей 11, как будет проходить наш сегодняшний вебинар. Сегодня мы рассмотрим теоретическую часть, то есть в общем краткий обзор программы УТ-11, посмотрим интерфейс, посмотрим функционал настройки скидок, как ручных, так и автоматических скидок. Сначала мы будем идти по основному материалу, потому что тайминг у нас ограниченный, 45 минут у нас тайминг, посмотрим основной материал и в конце у вас будет возможность задавать вопросы. Что я порекомендовала бы делать? Если у вас возникают в ходе вопросы, вы их обязательно пишите сразу, потому что если вы их сразу не пишете, то потом как-то забывается, затирается и мы можем что-то важное пропустить. Ваши вопросы, это и темы на следующие вебинары максимально интересные и понимание полноты предоставленной информации на вебинаре, чтобы мы скорректировались. Так, что мы будем сегодня смотреть? У нас сегодня 4 вопроса, будем идти по ним. Так, сейчас я переключилась на программный продукт 1С управления торговлей. Сегодня мы с вами смотрим управление торговлей 11.4, учебная версия. Вот открываю релиз, посмотреть, что же мы будем смотреть. Учебная версия, она у нас имеет свои особенности. Ну, с этим учетом мы будем демонстрировать функционал. Перед нами сейчас начальная страница. Мы зашли в данный момент под администратором и у нас полные права. На экране мы видим наш рабочий стол. Рабочий стол, он настраиваемый, интерфейс такси. Кто-нибудь настраивал когда-нибудь свой рабочий стол? В чате напишите. Отлично. Вот таким образом делается настройка начальной страницы. То есть, ну, прошу обращать ваше внимание на это, потому что каждому пользователю нужны свои информации на начальной странице. Здесь это настраиваемое. Можете вывести ту информацию, которая вам нужна. Очень удобно, как по мне. Текущие дела можно прямо вот здесь по кнопке настроить. Вывести то, что вам нужно, то, что вы хотите видеть. Вот. Слева находятся у нас разделы, которые включены в систему функциональность системы управления торговлей 11.4. Она не включена вся по умолчанию. То есть, для того, чтобы включить или отключить функции. Так. Итак, слева у нас находятся разделы функциональность у нас настраиваемая. То есть, для того, чтобы включить или отключить функции, можно это настроить через НСИ и администрирование. Обычно это делается при настройке системы первоначально, когда запускается система в работу. Ну, как делаем обычно мы, как делают профессионалы, которые запускают систему так, как она должна быть запущена. Сначала анализируются ваши бизнес-процессы, анализируются задачи и уже по вашим задачам, ваши задачи накладываются на систему и в соответствии с ними включаются те или иные функциональные опции. То есть, если вам не нужна эта функциональность, то изначально ее не стоит включать, потому что вашим пользователям это будет лишняя нагрузка, лишняя дополнительная информация. Вот сегодня как раз таки мы с настройками тоже поработаем в части настроек по скидкам. Переходим с вами к области скидок. Для того, чтобы включить вообще в принципе возможность работать со скидками, нужно эту функцию включить. НСИ администрирование, настройка НСИ разделов, СРМ, маркетинг, маркетинг. Вот здесь мы видим раздел, связанный со скидками. То есть, у нас возможность ручных скидок в продажах включается именно здесь. Здесь возможность ограничения ручных скидок, ограничения ручных скидок по пользователям и по соглашениям. Мы этот момент сейчас рассмотрим. Использование карт лояльности также здесь включается. Все наши скидки, ну вот автоматические скидки, бонусные программы тоже включаются здесь. Все наши скидки, которые мы используем при работе с 1С, они делятся на два вида. Это ручные скидки и это скидки автоматические. В чем суть? Ручные скидки проставляет сам пользователь в документах продажи. То есть, он устанавливает значение в конкретном случае, в конкретном документе. Чем это может быть неудобно? Если у вас большой поток продаж, то, конечно, это будет лишняя работа. Если поток продаж, поток документов у пользователей не так много, то, в принципе, можно использовать ручные скидки. Вот как раз-таки на этапе первоначального анализа ваших процессов. Вот это стоит учитывать и понимать, что вам настраивать и что вам будет нужно. Иногда случаются ситуации, когда нет необходимости предоставлять пользователю возможность установить любую скидку любого размера. Ну, что может быть примером? Допустим, есть менеджер к продажам, и чтобы он не устанавливал слишком большие скидки. Ну, зачем вам, чтобы он сам решал, принимал решение более 50% скидки. Вы понимаете зону его ответственности и даете ему, допустим, право устанавливать скидку в 5%. В этом случае вот у нас как раз-таки эта функция ограничения ручных скидок в продажах по пользователям. Вот эта функция здесь будет работать, и она тогда нужна здесь. Если используется соглашение при работе с вашими контрагентами, то максимальную скидку можно привязать, прописать именно в соглашении по вашим контрагентам. Причем соглашения бывают индивидуальные под каждого контрагента. Соглашения могут быть типовые, и вот это условие по скидке прописывается именно в соглашении и работает. Итак, мы включили функциональность и ту, и ту в данный момент. И посмотрим, как же устанавливать эти ограничения скидок сейчас в системе. Сначала посмотрим на уровни пользователей. Тут есть тоже некоторые подводные камни, я постараюсь их показать. Мы зашли в администрирование и настройку прав пользователей. Посмотрим на примере разных пользователей. То есть мы заходим в пользователя, и у нас есть кнопка правила продаж. Причем здесь вот уже преднастроенные есть правила продаж, ограничение ручных скидок 5%. Можно уточнить по ценовым группам. То есть если есть необходимость установить конкретное ограничение скидки на конкретную ценовую группу, это точно так же здесь можно добавить ценовые группы. В данном случае у нас учебная версия. Здесь достаточно много ценовых групп уже заведенные. Мы сейчас добавлять не будем, но возможность есть. То есть мы здесь можем для разных ценовых групп уточнить разный размер максимальной скидки. Что следует учитывать? У нас вот недавно была такая ситуация, когда к нам обращается пользователь. Они самостоятельно настраивали систему скидок. Обратился пользователь и говорит, вот мы прописали ограничение скидки, и почему-то оно у нас вот не работает. Все равно, когда ставим документ продажи, у нас не получается поставить скидку больше у пользователя. Как такое возможно? Такое возможно, потому что нужно учитывать настройку прав пользователя. В принципе, сейчас это у нас не тема нашего вебинара. Но на всякий случай это покажу на примере вот Бурденко. Потому что действительно частая ситуация с этим часто сталкивается. И нужно иметь в виду. Так, если зайти именно в профиль, то мы можем увидеть, что у пользователя включена функция отклонения от условий продаж. То есть вот эта функция, она является приоритетной. И в данном случае, если у пользователя установлена эта роль, вот с таким условием отклонения от условий продаж, то ограничение скидки действовать не будет. То есть система даст провести такую скидку. Поэтому при настройке скидок еще нужно учитывать настройки профилей доступа пользователей. Это вот важный момент, частая проблема. Так, коллеги, есть ли тут вопросы? В чатик возвращаюсь. Если есть, пишите. Так, пока вопросов не вижу. Итак, мы с вами рассмотрели, когда мы ограничиваем скидку на уровне пользователя, ручную скидку. Теперь мы переходим к ограничению ручной скидки на уровне соглашения. Для этого мы сейчас создадим документ продажи и посмотрим, как у нас там это выглядит. Но заодно и посмотрим, как в принципе происходит установка ручной скидки. База у нас наполненная, слава богу, информации здесь достаточно. Можно прям моделировать и моделировать ситуации. Правда, у нас много полей обязательных к заполнению. База подумает. Возьмем первое попавшееся соглашение, созданное у нас в базе для примера, просто чтобы посмотреть, что у нас там прописано. Итак, заполняем необходимые поля в документе продажи. Мы добавляем какую-нибудь первую попавшуюся номенклатуру. Заполняем количество для примера. И посмотрим, что нам нужно, чтобы заполнить скидку. У нас есть кнопка ценные скидки. И именно здесь у нас рассчитываются скидки. То есть для того, чтобы нам назначить именно ручную скидку, у нас есть соответствующая кнопка. Назначить ручную скидку для выделенных строк. То есть мы можем назначить сразу на все позиции. В данном случае у нас одна позиция. Вообще можно, если у нас целый ряд позиций, можно назначить на все позиции ручную скидку. Можно назначить ручную скидку для конкретных выделенных строк. И также по кнопке мы отменяем ручные скидки уже установленные. Также мы можем открыть информацию для текущей строки. Вот, допустим, в данном случае у нас это учебная база, поэтому здесь несколько скидок было преднастроено до этого. С базой работали. И мы видим все, что раньше было здесь сделано. Все, что применялось. Все, что возможно применить к этой строке. Вот таким образом у нас выглядит именно функционал установки скидок в документе реализации. Теперь посмотрим, где у нас прописано в соглашении ограничение ручной скидки. Вот оно у нас соглашение. На вкладке основное у нас указано соглашение. Мы его просмотрим. Соглашение у нас уже созданное. Чтобы не тратить сейчас время, мы взяли уже типовое соглашение. Данное соглашение включает условия продаж. И именно на вкладке условия продаж у нас указаны ограничения скидок. Вот в данном случае у нас установлено, что максимальный процент ручной скидки 5%. Коллеги, здесь все понятно. Есть какие-то вопросы или можем идти дальше. Так, тишина. А скажите, видно мое приложение 1С? Ага, супер. Идем дальше. Пока вопросов нет. А скажите, а ручные скидки приходилось настраивать? Настраивали? Как настраивали? По пользователям или по условиям продаж? Чтобы понимать состав пользователей. По пользователям. Супер. Так. Хорошо. Мы прошли с вами установку ручных скидок и посмотрели, как соглашением ограничить скидки и как ограничить по пользователям. Теперь мы переходим к самому интересному. Это у нас скидки автоматические. Для чего нужны автоматические скидки? Когда у вас большой состав номенклатуры, большой перечень номенклатуры, когда много пользователей, когда много алгоритмов работы с номенклатурой, много всяких вариантов предоставления скидки, тут, конечно, не обойдешься без автоматической установки. Это значительно экономит время и очень удобно использовать. Находятся настройки у нас скидок в разделе CRM и маркетинг. Скидки, 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 наценки. И здесь мы уже видим полностью функционал, с которым мы работаем для установки скидок наценок автоматически. В данном случае мы сейчас раскрыли рабочее место по установке скидок наценок. В левой части у нас располагаются те скидки, которые мы настраиваем, которые мы, собственно, устанавливаем. В правой части это та часть, то поле, где мы видим, где у нас эти скидки, данные скидки будут действовать. Предлагаю идти по следующему пути. У нас есть преднастроенные скидки, и мы прямо на примере посмотрим, какие у нас есть варианты. При создании нам система выдает несколько вариантов. Скидка, наценка процентов. То есть мы на цену, имеющуюся, делаем просто процент наценки на конкретные позиции, либо в общем, без указания конкретных позиций. Мы можем указать скидку, наценку на документ. Тоже важный момент, почему у нас идет скидка, наценка. При указании суммы положительной у нас идет скидка цены. Если мы указываем с минусовым значением, с отрицательным значением, то у нас идет наценка позиции. Таким образом, это универсальный инструмент. Мы можем указать не только скидку, но и сделать наценку на сумму, таким образом управлять ценой. Можем устанавливать для каждой строки. Можно сделать скидку количеством на товар, подарок, специальная цена. Можем выдать сообщение. Вот выдача сообщения, у меня был такой вопрос, зачем вообще такой вид скидки, как выдача сообщения. Ну, бывает, что приходишь в магазин или там заправка участвует, у меня бывает, я приобретаю топливо, и мне говорят, а выдать вам дисконтную карту. То есть у специалиста выдается сообщение, что предложить дисконтную карту при каких-то определенных действиях покупателя. Либо там предложить, сказать, допустим, условия бесплатной доставки чего-либо при конкретной сумме какой-то. Вот в данном случае выдается сообщение. Можно округлить сумму документа, настроить округление суммы документа. Тоже мы это часто встречаем. Там, допустим, когда округляется, мы видим цену не 10 тысяч рублей, а 9999. Это вот как раз-таки инструмент округления суммы документа. Выдача карты лояльности можно настроить при определенной сумме. Процент за способ доставки. Ну, это то, что мы тоже часто встречаем. Это, допустим, при самовывозе мы видим скидку. Ну, вот в доставке еды часто такое бывает в этой сфере. Ну, по крайней мере, я чаще всего здесь встречаюсь. Бонус с процентом, бонус с суммой. То есть функционал достаточно широкий. Как можно настраивать скидки, рассмотрим чуть-чуть поподробнее. Ну, вот у нас пример. Посмотрим скидка на оценку процентом. Переключилась у меня система. В данном случае у нас скидка на оценку процента настроена на 1%. Указана группа совместного применения. Она указывается сразу в окне настройки скидки. Что это такое? Ну, вот мы видим, что группа совместного применения максимум. В дереве скидок мы видим эту группу. Вот она у нас сверху максимум. Это означает, что если к данной позиции мы можем применить, ну, подходит несколько скидок, применяется, то выбирается максимальная скидка из всех возможных. Здесь у нас указываются склады, на которых действует эта скидка. То есть скидки могут действовать как на розничных, так и на оптовых складах. И мы при настройке скидки это указываем, где у нас работает данная конкретная скидка. Вот данная конкретная скидка у нас работает на оптовом складе. Тип скидки, размер. Мы можем размер скидки уточнить по ценовым группам. То есть можно выбирать ценовые группы и уточнять размер скидки. Но это уже требуется изначально более глубокая аналитика. Ну, как раз таки на этапе изучения ваших бизнес-процессов, ваших задач. Вот это все описывается. Какие у вас есть ценовые группы, какие вы, в принципе, скидки предполагаете устанавливать. Каким образом скидки будут между собой взаимодействовать. То есть здесь у нас сейчас группа совместного применения. Скидка максимум. Бывает такое, что необходимо предоставлять не максимальную скидку, а, допустим, складывать их. Либо, наверное, сложение чаще всего, когда вы приходите в ювелирных магазинах. Бывает, вот у вас 10% вашей по карте лояльности скидка, а еще сегодня какой-нибудь праздник, вы еще 10% можете получить. А еще вы там покрутили какое-нибудь колесо фортуны в приложении, и у вас еще 10% и всего получается 30%. Вот это уже сложение идет. То есть это тоже настраиваемая функция. Ну, в данном случае мы видим максимум. В данном случае у нас предоставляется на любую номенклатуру. Это тоже можно уточнить. Так, для наглядности сейчас, что я сейчас сделаю? Когда, ну, кто не работал с подобным функционалом, может быть, немного непривычно. Когда у нас уже записана карточка, то у нас редактирование реквизитов, оно сблокировано. Но, чтобы его открыть, необходимо нажать на кнопку «Еще» и разрешить редактирование реквизитов. Ну, в данном случае я это... Ну, все, я выключу. В данном случае я это сделала, чтобы посмотреть реквизиты, посмотреть, что мы с ними можем сделать. То есть здесь мы можем еще создать свои отборы, сгруппировать, каким образом мы предоставляем эту скидку. У нас есть набор доступных полей, в которых мы можем выбрать. Номенклатуру мы тоже можем установить. Либо у нас любая номенклатура, это скидка по любой номенклатуре действует. Либо из какого-то конкретного списка. Ну, допустим, есть товар определенных категорий, на которые скидка действует. А есть товар, допустим, новое поступление, на которое скидка не действует. Либо наоборот, есть распродажный товар, на которых уже окончательная цена, и уже скидка не устанавливается дополнительная. Вот, для таких моментов, конечно, удобно делать отборы по номенклатуре и устанавливать на какой-то конкретный. Можно даже прямо позициями конкретными сделать номенклатуру по отбору. И вот таким образом это работает. Есть варианты редактирования отборов различные. То есть это вот на этапе анализа ваших потребностей составить необходимо прям карту. Какие у вас скидки, как они между собой взаимодействуют, что на какой номенклатуру действует. И уже настраивать. Так, следующая важная закладка. Которая мы переходим. Это условия предоставления скидки. Опять же, мы можем ограничить предоставление скидки условием. В данном случае у нас указано, что эта скидка действует помимо того, что на определенной номенклатуре, на определенном складе. То, что мы в основном отметили. Она еще действует при соблюдении определенных условий предоставления. Ну, в данном случае форма оплата наличная. Мы не всегда обязательно указываем условия предоставления. То есть это при наличии. Вот такие есть у нас предопределенные условия, которые мы можем выбрать. За разовый объем продаж. Ну, частая ситуация, когда вам говорят, вот при покупке там на 5000 рублей вы можете получить разовую определенную скидку. Знакопленный объем продаж. То есть система анализирует за период конкретной времени, какой у данного клиента объем продаж был. И, исходя из этого, предоставляет конкретную скидку. Карта лояльности не зарегистрирована. То есть это при наличии введения реестра карты лояльности. Обычно они определяют, ну, есть со штрих-кодом, без штрих-кода. Обычно по штрих-коду определяют наличие карты. И если карта лояльности не зарегистрирована, система предлагает ее получить за наличие карты лояльности, за форму оплаты. Форма оплаты сейчас очень актуальна, насколько я вижу, потому что при массовом переходе на безнал некоторые все-таки предприниматели стараются выдержать какой-то объем наличных расчетов и готовы за эту скидку предоставлять. День рождения клиента. Для этого необходимо ввести клиентскую базу, фиксировать дни рождения в системе. График оплаты, ограничения по группе пользователей, вхождение клиента в сегмент. Для этого должна работать система, настройка использования сегмента. И за ассортимент, то есть такие варианты, условия, ограничения условий предоставления скидки у нас есть. Основные моменты здесь мы рассмотрели. Это у нас была скидка наценка. Вот вариант сообщения, предложить клиенту накопительную карту. То есть при настройке данной скидки, при выборе вот такого варианта, выдача сообщения. То есть сейчас я еще раз покажу, где она у нас находится. В видах. Вот она, выдача сообщения. Ну вот, как пример, это предложить клиенту накопительную карту. У нас в данном случае настроено, что при покупке любой номенклатуры, при сумме в документе не менее 1000 рублей, у нас предоставляет, ну не предоставляется, а выдается сообщение. Сообщение выдается именно сотруднику, который у вас работает с системой. То есть в системе выдается сообщение, что необходимо предложить клиенту бонусную карту накопительную. Такое же бывает при, допустим, часто используют при доставке, то есть предложить там скидку за доставку от определенной суммы, либо там бесплатную доставку. То есть, ну я, по крайней мере, встречалась с такой ситуацией, когда существует бесплатная доставка, когда сам пользователь, сам продавец это видит сообщение, понимает, но при этом сам активно не предлагает. То есть он просто учитывает это условие. И если есть момент, когда нужно завершить продажу, он использует это сообщение, а клиент при этом всегда озвучивается. В такой ситуации мы сталкивались. Рассмотрим пример скидки за наличие карты лояльности. Размер скидки 1% и условия предоставления у нас клиент, владелец карты лояльности, бонусная карта. Что здесь интересно именно при условии наличия бонусной карты? Здесь у нас идет указание самой бонусной карты. То есть бонусные карты, они живут не сами по себе, они заведены в системе и ведется учет бонусной карты. Это обязательные условия для предоставления подобного вида скидок. То есть это тоже нужно учитывать, когда вы планируете ввести скидку за бонусную карту. Необходимо у нас указывается период действия. То есть в данном случае у нас действие карты лояльности бессрочное. Период действия указан с конкретной даты и не указано по какую дату. Можно делать какие-то временные, допустим, на год, либо на два выдаются дисконтные карты. Также есть порядок активации, можно настроить с помощью помощника при первом считывании. Либо тип персонализации тоже. Вот это важно учитывать сразу при настройке. У вас будут персональные дисконтные карты, либо будут обезличенные дисконтные карты. В чем суть? Если это персональная дисконтная карта, то передавать с рук на руки пользователь уже не сможет. Но и определенные свои маркетинговые цели вы этим выполняете. То, что у вас копит определенную сумму именно один покупатель, один потребитель, а не группа лиц, родственники, друзья. Это уже ваше маркетинговое решение, как вы планируете увеличивать свои продажи. Также настраиваются условия скидку на оценки по этому виду карт. Есть именно диапазон штрих-кодов для этой карты при первоначальной настройке. Комментарии тут при необходимости. То есть для того, чтобы их использовать, скидки по картам лояльности, нужно обязательно вот эти данные все заводить. Нужно их продумать и при настройке системы обеспечить, чтобы эти данные у вас все были. Возвращаемся. Ну, вот за, не быть интересно, еще посмотрим. Лояльности и вот 10 тысяч рублей. Вот, да, посмотрим, когда у нас не одно условие, а у нас несколько условий предоставления скидки. То есть в данном случае у нас тоже идет скидка на оценки процентом. Размер 2%. Вот у нас идет два условия. Сумма проданной номенклатуры не более, не менее 50 тысяч рублей и клиент-воделец карты лояльности. То есть здесь у нас проверяется сейчас два условия и условия можно указывать столько, сколько вам нужно, сколько вы считаете нужным, правильным. Ну, вообще, конечно, не рекомендуется слишком большой перечень условий указывать. Иначе ваш клиент просто запутается, что же ему нужно сделать, чтобы получить эту конкретную скидку. Система подвисает. Так, скажите, мне экран видно хорошо? Что-то у меня, мне кажется, был какой-то сбой. Так, вопросики вижу. Так, далее переходим. Мы рассмотрели сейчас, каким образом настраиваются скидки на оценки. И переходим к настройке, где же они у нас действуют. То есть если мы просто создадим скидку и ее настроим, то ничего в системе у нас происходить не будет. То есть она сама по себе заработать не сможет, потому что программа не понимает, где ей применить эту скидку, в каких продажах. Ей нужно указать, где она применяется. Как это делается? Ну вот это, кстати, тоже частая ошибка, когда пользователи сами начинают настраивать скидки. Они настроят, все сохранят, они как бы видят в дереве скидок все свои скидки. И обращаются, говорят, что у меня не работает. Я пытаюсь провести, а у меня не работает, не устанавливается скидка в документе продаж. Автоматически рассчитываю, она вот не устанавливается. Для этого мы используем правый раздел. То есть у нас есть блок, на каких складах действует скидка. То есть для этого мы сначала выделяем нашу скидку. Вот, например, проведу пример. Если мы выделим просто группу максимум, то у нас правая часть, она у нас не действует, потому что мы конкретную скидку не выделили, мы выделили просто группу. И ничего сделать не можем. Но вопросы вот такие есть. А как же, чего же дальше нажимать? Чтобы у нас дальше система работала, мы выделяем конкретную скидку настроенную и начинаем работать, где отмечать, где же она у нас начинает, будет работать. А если мы отметим, где действует, у нас укажется именно тот склад, где у нас действует эта скидка. А если она у нас еще пока нигде не действует, то необходимо установить все. Тогда у вас будет выбор, куда установить. Ну вот у нас сейчас на основном складе, чтобы переустановить статус, ну вот допустим, мы хотим отключить эту скидку, мы устанавливаем, не действует. И система у нас спрашивает, с какого числа у нас не действует эта скидка. Мы применяем ее с сегодняшнего числа. Все, вот с данного момента, с сегодняшнего числа скидка не действует. Если мы сделаем вот так, мы не видим ни одного склада. То есть если мы показываем, где действует, вот это тоже частый вопрос. Почему же я не вижу, где она действует? Ну потому что она не действует нигде. Ну и здесь в статусе мы ее тоже видим. Отмечаем все, основной склад и опять же устанавливаем статус. Система у нас спрашивает, срочно, бессрочно она действует с данного числа. И можно указать какой-то комментарий. Ну как у нас было бессрочно, так мы собственно и оставляем. Она у нас действует на основном складе. Далее мы можем установить, что именно данная скидка у нас действует в определенных видах карт лояльности. Мы можем посмотреть все карты лояльности. База у нас учебная и поэтому мы видим здесь вот как раз таки большой выбор карт лояльности. Вот, допустим, накопительная дисконтная карта. Мы хотим, чтобы в этом виде карт у нас действовала эта скидка. По тому же принципу. То есть изменяем статус, устанавливаем период и применяем. В данном случае у нас идет связка с видом карт лояльности. Далее. Вот вопросик у нас был по поводу установки скидок к определенному клиенту. То есть мы скидку настраиваем и должны понимать, к какому клиенту, какой клиент у нас может использовать эту скидку. Мы можем привязать ее к соглашению индивидуальному. То есть у нас есть типовые соглашения, которые привязаны к группе партнеров, клиентов. Есть индивидуальные, которые у нас для конкретного клиента прописаны. То есть для того, чтобы связку сделать, необходимо, чтобы было создано соглашение. Вот в данном случае у нас нигде не действует. Ну, выберем какое-нибудь соглашение и установим. У нас указан срок точно так же. То есть, в принципе, совершенно такой же. И можем применить нашу скидку. В данном конкретном соглашении. Вот мы это соглашение открываем. И у нас указан здесь наш клиент. Идет связка по клиенту. Ну, и по тому же принципу мы можем установить связку с типовым соглашением. Все то же самое. Вот у нас типовое соглашение об условиях продаж. И по данному соглашению мы можем установить связку, что действует данная конкретная скидка. То есть, у вас должны быть выполнены настройки самой скидки и настройки по условиям, где у нас будет действовать эта скидка. На складах, видах карты лояльности, в индивидуальных соглашениях и в типовых соглашениях. Мы сейчас рассмотрели основные виды скидок и их настройки. Рассмотрели ручные скидки, рассмотрели автоматические скидки. Постаралась ответить на вопросики. Прямо у нас пять минуточек есть. Сейчас попробую ответить на вопросы, которые у нас образовались. Ну, и подытожу те, которые вопросы еще есть. Мы рады будем ответить уже при вашем обращении. Так, а если по одному контрагенту на каждый заказ новый договор, как прикрепить скидку этому контрагенту по всем договорам? Привязка идет именно по соглашению с контрагентом. Поэтому тут нужно просто понимать вашу задачу, может как-то по-другому это обыграть. Я понимаю, что у вас, получается, условия продаж, ценовая политика, она каждый раз от раза в разу меняется с одним и тем же контрагентом. Нужно прописывать ваш бизнес-процесс и смотреть, как вам лучше это использовать. Вот, а привязка идет именно к соглашению скидки. Это ответ. Так, отлично, экран видно. Ну, собственно, это завершающий слайд. Подытожу то, что мы сегодня рассмотрели. Мы рассмотрели, что у нас есть в программе управления торговлей возможность установления ручных скидок. Есть возможность установки автоматических скидок. Их применение настраивается в разделе НСЕ администрирование возможностей применения. А также там же настраивается возможность ограничения ручных скидок. Вот посмотрели, каким образом происходит настройка ручных и автоматических скидок на примерах уже созданных скидок и в документе продажи. Также посмотрели, где у нас, в каких областях можно установить автоматические скидки, то есть привязка идет к соглашениям, что привязка идет к складам и картам лояльности. Также вопросы ваши, которые могут возникать по настройке скидок, потому что тема интересная, далеко не все пользуются этим функционалом, а он достаточно удобен. Вопросы ваши будем рады получить по нашим контактам. На экране сейчас указан номер телефона и наша почта. Для всех участников вебинара мы готовы провести первую бесплатную встречу, то есть мы можем обсудить ваши бизнес-процессы, понять, может ли типовой функционал, допустим, управления торговлей решить ваши задачи и дать некие рекомендации. Дальше уже вы будете понимать, насколько процесс сложный, справитесь ли вы сами с настройкой, либо мы всегда готовы вам в этом помочь. Запись вебинара будет размещена в интернете и, насколько знаю, все материалы вам тоже будут направлены по опыту. Думаю, никто без материалов не останется. Ну, на этом я с вами, коллеги, прощаюсь. Хорошего вам весеннего дня, хорошего настроения. Всем до свидания.